ребята всем привет эти два дня видео не снимала вчера сегодня решила вот сесть записать занималась вязкой первое мне надо было срочно связать на заказ началку надо было сегодня отдать но я не успела на улице была хорошая погода мы вышли с детьми гулять не оставалось связать половину вот этой вот этого цвета и две ручки не успела я довязать короче отдам заказ в понедельник вот такую мочалочку я связала на заказ у меня заказали с ручками такая мочалочка стоит 200 рублей кому надо заказывайте с россии почта россии могу отослать с днр у нас идет мочалочка пушистая большая но я не знаю но мне такая огромная какая-то получилась может она такая должна быть хотя набирала 40 петель ну что-то но у меня слишком большая не знаю можно такая должна быть короче вот связала 200 рублей стоит эта мочалочка понедельник отдам еще надо мне связать ёжика сейчас покажу амангаса связала с мягкой пряжи попросила настю чтоб она мне купила пряжу я наверно вам уже показывала честно напомню видео показывала или нет вот такая вот детская пряжа детская до детская новинка вот такая вот пряжа она мне взяла 3 ма . 50 чем-то рублей а наверно показывала это и корзин уж как раз она мне взяла вот надо мне теперь этой пряжи взять разного цвета и плюс синтепон от этот как он называется 45 рублей 100 грамм стоит колечком я брала для брылочка чтобы сделать брылочек колечко стоит 18 рублей но я вот это два штучки взяла наверно больше брать не буду я решила вязать этих амангасов без брылочка нам без этих колечков кому надо пусть они там прошивают ниточки колечки что хотят час я найду амангаса покажу какого я связала так нашла я детки ими играются вот это вот с пряжи с мягкой с детской пряжи вот это вот окошечко надо было голубым но у меня голубого цвета не было но я посмотрела серым тоже вяжут и он белый цвет у меня было сделала блик вот вот это тот более знаете похож на этого героя с игры а вот это вот у меня первый который я связала детки играют им а вот это вот которого мне заказали но я его тоже связала неправильно и я решила что вот у меня время есть еще завтра воскресенье у нас и есть время чтобы связать еще вот этих вот человечков амангаса плюс у меня илюша попросил желтого связать а вот тише илюш сейчас нет натуре то что если сейчас подожди связать желтого но я ему уже хочу связать с пляжи вот и не знаю надо продать связать что-то продать чтобы купить пряжу вот эту мягенькую да детскую и надо купить наполнитель наполнитель у меня закончился там чуть-чуть осталось я брала его чуть-чуть буквально и я смотрю я сильно много наполнителя ложу по видео сегодня вязала опять вот этого амангаса да и там мало ложат чтоб сильно не было набитая я блин трамбую трамбую так что уж набитый был короче это мои первые игрушечки вот такие и вот хочу сделать их разноцветными и вот тут вот наверное я все-таки вот это сниму вот это вот окошечко и перевяжу сделаю что было как здесь вот этот более правдоподобный герой который есть в игре а здесь даже вот и рюкзак ну по-другому совсем видите смотрится и мягкая пряжа лучше но это знаете как антистресс его мнешь и он такой знаете он не грубый не мягкий такой средненький просто мнешь и все повторушка поздоровайся заглянул в камеру всем привет всем привет сегодня погодка у нас на улице была отличная вышли погуляли темочка покатался даже на велосипеде да и душа на самокате катался снимать и ничуть почему-то не сняла хорошо хочу еще показать что я купила и глюшин купила опять прописи тетради сейчас я вас переверну шут зеркального отражения не было и покажу так перевернула и покажу вот серия математика цифры возраст 3 плюс нам подходит вот такая вот тетрадка с заданиями и тут ответы ему можно подсказывать также сама это как разукрашка идет вот именно для нашего возраста в конце тут даже вот как писать можно цифры будем писать с илюшей и и вторую сейчас покажу это у нас цифры были а вот это уже у нас тетрадь математика счет тоже 3 плюс эти тетради стоят по 45 рублей вот сколько шишек сколько шариков сколько жучков сосчитать надо и написать сколько всего и вот такие вот задания очень хорошие тетради не очень понравились поэтому я взяла еще увидела там разукрашку вспыш с любимым героем илюши но не получилось взять с собой было мало денег разукрашка то по моему или шестьдесят пять или восемьдесят пять стоит точно вот не помню но где-то около 100 рублей но разукрашка хорошие в середине с наклейками было вспыша но ничего страшного зато купила пропись разукрашки у нас есть правда не вспышки и другие разукрашивать есть что а вот именно по поводу прописи у нас одна или две прописи в которой илюша занимается по поводу тренировки занятий с илюшей по танцам мы сегодня не поехали потому что тренера сегодня поехали на турнир сегодня в анапе турнир у деток и они повезли детей и у нас не было тренировки и младшей группы там где илюша до записался не было так что илюша поедет на тренировку в следующую субботу мы ему ничего не стали говорить он так забылся мы не едем на танцы он и не вспоминает а так конечно расстроился выплакал нам предлагали ехать в анапу но мы отказались 11 числа будет турнир здесь у нас в енакиево в нашем дк при нот как мы ездили в донецк также сама с донецка со всех городов будет приезжать к нам дк и будет такой же турнир просто шоу нашем городе мы в этом турнире участвуем сколько денег на участие надо еще не знаю тренер сказал скажет потом участвовать мы будем у нас будет одно участие по моему три танца у нас вроде так сказал тренер а в анапу я думаю еще рано нам ехать мы только начали по таким серьезным турнирам ездить так у нас были турниры до выступления но такие вот местные а вот серьезный турнир который у нас был это было в донецке после донецка нам надо осилить и ростова потом уже ехать по другим городам это мое такое мнение это я так думаю выходишь хочешь прошла красотка красотка так что вот такие дела я считаю что наши дети для анапы еще не сильно но не сильные танцы потому что вчера да они вот занимались получается вторник среда четверг пятница четыре дня они занимались и вот в пятницу нам удалось посмотреть посмотреть как они танцуют и не знаю хотя у тренеров спрашиваем что как как занимаются как успехи у детей да все хорошо они все могут все хорошо я вчера посмотрела как они танцуют для меня это но не очень не знаю я вот такой человек что надо лучше ты можешь лучше я теме так и говорю что ты можешь лучше надо лучше танцевать но он старается умничка и кира старается и темочка старается так что такие вот у нас дела потихоньку готовимся к весне как весна уже настала да правда еще не совсем потеплело надо начинать сара и убирать подготавливать курятник надо наверно заказывать цыплят будем короче смотреть потому что цыплят закажем только недели через две-три их привезут на это тоже надо подготовка куда их привести посадить всему тому подобное доминочка ладно ребятки на этом будет округлят наше разговорное видео стрим выйти я не смогла потому что я живу я все время вяжу 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 мне вот это вязание честно уже снится не могу бросить честно не могу она очень затягивает это вязание у меня муж уже горит ты толком ничего не ешь вот это сидишь на одном кофе это пью кофе если сделает муж я уже и кофе себе не делаю так вот утром стала глаза открыла не открыла бегом кофе попила и села вязать вечером перед сном тоже ложусь вяжу муж уже головой ходит качает слава богу что он мне помогает готовкой сегодня настя готовила там что-то в духовке картошку сметанном соусе что-то такое короче я еще не пробую я еще не ела уже все покушали она стереть так уж я вроде нет не ела сижу вяжу 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 и я жару она очень затягивает я вспоминаю что я хочу кушать на танцах на тренировке когда тема уходит на тренировку и все я села его ждать или вот так вот идем по магазинам с девочкой с мамой партнерши у меня в желудке начинает урчать тогда я вспоминаю что я ничего не ела я хочу есть и тогда у то покупаю булочку или коржик какой-то и там есть кафешка преды к захожу туда беру кофе или чай и этот вот булочка с чаем с кофе моя еда но как-то так затягивает очень сильно затягивает ну ничего все хорошо главное чтобы все были здоровы ладно давайте буду закругляться сегодняшним видео если есть у кого какие-то вопросы у кого-то пишите задавайте отвечу пишите комментарии не стесняйтесь если нечего написать вот как никто не знаем что написать на просто смайлик нам поставьте или просто привет напишите мне будет приятно буду знать что люди меня посмотрели хотя последнее время смотрю просмотры подупали немножко так шеладненько мечка говорю всем пока пока да ну и оди там мурчит вам пока кричит все до новых встреч и меня наверное у нас все же таки крикотная пузико растет у нас все пока пока берегите себя всем крепкого здоровья доничь и до новых встреч и воде тому подсказывает мурлова доходит всем пока